Действительно записал два диска, на мой взгляд, удачно. Первый диск — это «Дни бегут» по песням и романсам Вертинского. И второй диск — «Неотправленное письмо». Ну, вышли мои два диска до этого «Карнавал любви» и «Колдовские ночи». Два диска «Карнавал любви» и «Неотправленное письмо» — это по старым песням. Это два диска, которые дали мне имя и были моим творческим успехом в моей жизни от 70-х годов. А новые песни — это песни Вертинского, сделанные мною по-своему. И «Колдовские ночи» — это диск коммерческий с песнями о любви. И в этом диске его не хочу я пока ездить никуда. Я хочу записывать еще диски. Ну, то, что я сейчас практически делаю. И собираю материал, хочу писать еще. То есть мне нужно много и очень много материала. А затем дальше там я посмотрю, что с этим материалом делать, я решу. Но мне не хочется просто пока ездить никуда, потому как сейчас положение очень трудное вообще у вокалистов. Скажем, я работаю без ансамбля пока. Работаю, пою под фонограмму. То есть то, что и делают мои коллеги. А мне нужен свой ансамбль. Мне нужен свой свет, своя аппаратура. Свой задник, свой театр мне нужен. А для этого нужны деньги большие. Поэтому я не хочу. Я вообще по своему характеру и вообще по отношению к своему делу, я всегда относился честно к своей работе. Думал иногда я даже. Где-то приходилось работать по два, по три концерта. Иногда я даже так перед тем, как начинать день свой, я даже иногда подумывал. Ну, думаю, я сегодня где-то, может, смогу расслабиться. Не работать с полной отдачей. А у меня не получалось все равно. Потому что те люди, которые приходили на меня, я чувствовал их очень. Люди от меня ждали и хотели. Требовали от меня, очень много требовали. Не получалось работать в полсилы, в четверть силы. А я работал на износ. И сейчас поэтому мне не хочется ездить просто так, без оправы. Но я уже говорю с вами так, мне нужна оправа хорошая. А просто так поехать, чтобы заработать деньги, я не хочу. Просто я в своем деле очень опытный человек и мудрый. Уже возраст такой. И потом столько лет я отдал эстраде, сцене, искусству. К сорока годам мое отношение к песне становилось правильнее, мудрее. То есть отношение к делу, которому я служу, и к стихам, и к песням росло все время. Да, я считаю себя корифеем, и это так. Я певец целого поколения. Я считаю себя мастером. По-другому не может быть. Я считаю, что это музыка вчерашняя. Я считаю, что это музыка сегодняшняя. Я не отношу ансамбли, которые я перечислил, к ретро. Это было бы ошибкой считать, что ансамбль самоцветы, ансамбль лейся песни, добрые молодцы, цветы. И многие тех времен ансамбли это ретро. Нет, нет, это не ретро. Это сегодняшнее время. Это тот же стиль сегодняшнего времени. Я ранее сказал вам, что я не думаю, что они еще совершенно молодые люди. А возраст в эстрадном искусстве не играет роли. Это ошибочно. Это в советские времена наши думали политологи. И вообще так думали, что эстрадный певец, он может существовать на сцене только, скажем, до окончания своей молодости. Да, но вы посмотрите, вы же слушали, наверное, концерт Фрэнга Синатра, концерты Рэй Чарльза, Том Джонса. Это настоящая эстрада. А группы, о которых вы спрашиваете, это настоящая эстрада. Там нет окончания возраста. Все зависит от творческого качества, от отношений, от формы. Я уже сказал вам, что я не думаю, что они потеряли форму, потому что стиль, направление, все это молодость, все это сегодняшний день. И я никак не мог бы сказать об этих ансамблях, это было, было, было. Я не могу так, было бы просто ошибочно. Ну, бывает у каждого художника такое состояние, когда достигает он своего потолка, где-то бывают неудачи. Все бывает в жизни творческих людей. Бывает, когда прекращает певец какое-то время или группа какая-то прекращает свое на время деятельность. Но очень многие коллективы опять приходят в искусстве и приходят в прекрасном качестве. Так что мне хочется, чтобы все, кто думает о группах, которые будут работать, чтобы они не думали, что это ретро. Вы имеете в виду песни, которые переводили мне? Гаджи Касимов, Дербенев, да, такие песни были, их много у меня очень было. Я и сейчас тоже, может быть, в дальнейшем, может быть, одну или две песни попробую записать. Сделает мне перевод, я попробую. Но есть такие песни Шлегера, которые, вот вы помните, я записал такую песню «Карнавал», «Алеандр», потом песня эта. Сбудется все, что с тобой, мы в этот час загадали, пел Хампердин. Эту песню я тоже записал, она была популярной очень. Ну, нравились мне песни, я записывал. Песни из кинофильма «Золото Маккена» была такая история. Позвонили из кино и пригласили на озвучивание этой песни. Я не готовился к этой песне, я никогда не думал, что она станет популярной. Так же, какие я писал, записывал восточную песню, я тоже не предполагал. Ну, бывает, я вообще редко ошибаюсь. Но вот в данном случае я прям страшно таки ошибся в восточной песне. Но я молодым еще тогда был, сейчас бы я уже не ошибся. И меня пригласили времени, у меня было очень немного. Я должен был уезжать вечером, где-то с утра. Меня привезли на Мосфильм, вначале показали фильм, предложили мне текст. Я отказался от этого, ведь я немножечко соврал. Было так, что мне предложили текст, и он мне не понравился. Я посмотрел фильм, я сказал, что я не буду с этим текстом писать. На что мне ответили, а у вас есть человек, который бы написал текст этой музыки? Я предложил Дербенева. И Дербенев написал очень удачный текст. Леонид Петрович удивительный человек и удивительный поэт в эстрадном, в нашем деле. Очень чувствовал шлягер. И я потом пришел, у меня было часа три на запись. На записи, по-моему, еще присутствовал Никита Михалков, которому очень понравилось. Как-то случилось так, что я впервые познакомился с ним, ему очень понравилось исполнение. И понравилась ему эта песня. Тогда я с ним познакомился, а вторично я уже озвучил его фильм «Раба любви». Ох, это моя любимая вещь. Да, но у меня не вышла эта песня в этом фильме, потому что уже не мне знать, а Никите Михалкову. Потому как у него, наверное, тоже много историй. В совдеповское время, в те времена, у всех были смешные истории. Кто-то решил, так мне уже объяснили, что это фильм о певице и не должен петь певец. Но я не думаю, чтобы Михалков ошибся, пригласив меня на запись этой песни. Потому что у меня гораздо было интереснее сделано было эта песня, нежели у Камбарова. Ну, я по-своему просто ее делал. И я записал эту песню «Золото Маккенны». Как-то так у меня вообще никаких не было надежд и никакого такого настроения во времена записи. Я не рассчитывал ни на что. Не знал даже, когда фильм выйдет. Это передовая работа моя была. Я отработал и уехал. А потом, когда вышел фильм, причем фильм вышел очень быстро, я уже пошел когда смотреть этот фильм в Россию. Я помню, как сейчас. Была страшная очередь. И я, помню, пришел, попросился в кассу. Будьте любезны, вы мне не продадите несколько билетов. Я озвучивал этот фильм. Но она на меня так посмотрела. Что вы мне говорите здесь? Не какой здесь это американский фильм? Какой здесь это озвучили? Кто вы такой? А в этот момент как раз рядом еще касса была. Женщина одна говорит. Да-да-да, говорит. Это говорит Абадзимский. Он и озвучил этот фильм. Ну и, в общем, с трудом мне выдали эти билеты. И я пошел послушал в кино и обратил внимание на то, что когда фильм начинается, песня, как зал реагирует, обратил внимание, такое впечатление, как будто бы обманули зрителя. Не предполагал я, что песня станет популярной. Она стала удивительно популярной. Птицы нелюди и непонятия, Что у нас старый дед. Только терпятник, Старый гриб, терпятник, Знает не все почем. Видел стерпятник много раз, Как легко находит кибель в нас, Находит к каждому свой час. Не зная, что у нас все остались, Пути сжигают сердца свои, А крипу кажется, что это Молчу по скалам уроки, Ночь, ночь, золото манит нас, Ночь, ночь, золото как всегда манит нас. Вы знаете, у меня вообще творческая жизнь удивительно складывалась, потому что я же все время и был как из-под полы. То там меня закроют, то здесь я не нравился, Но я не нравился идеологии, Я то есть шел в разрез идеологии советской, И не знаю даже... По какой причине? То есть я знаю, сегодня-то я знаю, И тогда тоже знал. Мне приходилось часто, Я чувствительный человек по работе своей, Я чувствую, что мне нужен шлягер, Как воздух, нужен шлягер, Обязательно подогреть свой успех. Я говорю с вами на нашем эстрадном языке, То есть подогрел нужен был, Шлягер нужен был. И искал я, часто мне было, Бывало очень трудно, Очень бывало трудно, Потому что был момент, Когда мне закрыли просто дорогу на мелодию, На фирму мелодии, И у меня оборвалась вообще какая-то возможность записывать песни. Я не сразу начал ощущать, Что нигде не открывает двери для меня, Для того, чтобы я работал, Потому что так случилось, Что огромный тираж пластинок завод выпускал, И Фурцева пришла. Ну это тоже опять же случай такой, Товарищ Фурцева на завод, Начала ходить по цехам, А весь завод печатал мой диск, Мои пластинки, Как гибкие, Как виниловые, Так же и гиганты. И везде она психанула, И ушла с завода, Ей это не понравилось, И решили прикрыть. А я-то практически за ту пластинку, Которая ей не понравилась, Получил 150 рублей, По тем временам. А государство заработало от меня, А вышел 13-14 миллионов, Тираж пластинок был. Ну представляете, Сколько государство заработало, И сколько я заработал, Я-то честно заработал. Государство получило от меня Огромные миллионы, Миллионы рублей. 2,60 стоила тогда пластинка. А меня закрыли, То есть мы тогда по тем временам, Я смеялся по тем временам, Говорил всегда деньги, В мешок идут, А они из мешка выбрасывают Эти деньги государственные. Много было очень историй, Много ситуаций. Я еще раз говорю, Что ни у одного меня, Это уж всех людей в искусстве, Были удивительные истории смешные. Мы говорили, Лена, с вами на эту тему, Я уже столько рассказывал Смешных историй своей жизни В искусстве, Что я думаю, Что это излишне сейчас Вспоминать о том, Как мне запретили петь Восточную песню В день рождения Ленина, Что в каждой строчке Только точки после буквы Л, Почему-то взволновало Наше правительство. Ну это анекдот. Вы знаете, Я ведь певет не романсов, Я никогда не думал, Что я запишу Вертинского. Так случилось в жизни моей, Что я взял прочитывать книгу О Вертинском. И смеялся я очень, Потому что он человек с юмором, Мне очень он понравился. Много очень таких ситуаций Жизненных у меня, Какие же точно, Как и у Вертинского. Когда приезжаешь, И люди хотят видеть тебя, И хотят слушать тебя, А кроме людей Ты больше никому не нужен, Наша вот эта идеология, Не давала возможности Ко мне относиться так, Как должно было бы Относиться ко мне государство. Так же и у него, Такие случаи, Когда он приехал, Я не думаю, Что правильно к нему Отнеслось государство. Ну, он человек с юмором, И я тоже человек с юмором, Я вырос в Одессе, Я смеялся очень. И потом думаю, Ну, попробую я записать его песни, Я записал совершенно в другой интерпретации, Я не мог записать это, Подражать я не умею, Я это я. И несколько его произведений, Песен я начал записывать, Мне понравилось это, И я записал, Решил записать просто его диск, Бусловно. Потому как, когда и ругают, Когда люди высказывают свое мнение, И ругают, Это придает тоже стимул. Ну, я такого характера человек. Я не люблю жутко, Когда меня хвалят. Только хвалят. Но и не люблю, Когда меня незаслуженно ругают. Вот всю мою жизнь творческую Меня ругали незаслуженно. А все остальное, Когда все хорошие статьи, Они кем-то делались. Хорошие статьи обо мне писали, Это обязательно, Или кто-то меня уж очень любил, И через кого-то пробивал эти статьи. Потому что я никогда не платил за статьи. Так же, как и цветы на свой концерт, Я не покупал, И не раздавал их девочкам, Чтобы они мне дарили.